Дебютная картина Евгения Добровольской клетка для канареек 1983 года вышла, когда актриса училась на первом курсе ГИТИСа. По сложившейся традиции преподаватели театральных вузов, категорически возражали против появления студентов в кино. Считалось, что это отвлекает от учебы и мешает формированию актерского мастерства. Актриса и педагог Людмила Касаткина была чрезвычайно недовольна своей студенткой. «За непослушание меня каждый год выгоняли с курса, потому что кто-нибудь обязательно доносил, что Добровольская снимается или в прокате появлялся новый фильм», — вспоминала Евгения. За последующие годы вышло еще четыре киноленты с участием молодой артистки «Пока не выпал снег, контракт века, в одну единственную жизнь и Манзун». Она и сегодня с ужасом вспоминает свои объяснительные, педагогу со слезными просьбами после каждого фильма. «Простите, больше не буду. Позвольте мне учиться». Но кто скажет, знали бы мы сегодня Добровольскую как киноактрису, будь она тогда более послушной. В 1990 году вышел фильм «Первый этаж», где у Евгении главная роль, она играет Надю. Эта история любви и смерти современной карман, юной парикмахерши, разворачивается в среде обитателей низов общества, коммунальных квартирах и грязных дворах. Также в 1990 году вышел фильм «По 206» по одноименному произведению Василия Белова. Евгения играет Тоню Андреевскую, корреспондента-стажера. Этот фильм заставляет задуматься о том, что законы пишут люди, по законам живут люди, законы исполняют люди. Но закон не значит справедливость, если его можно повернуть в разные стороны. И тогда за совершенный пустяк, вполне возможно искорежит судьбу человека. Сельский тракторист Костя совершил мелкое хулиганство, но попал под очередную компанию, на этот раз перестроечную, и раздули его дело чуть ли не до расстрельной статьи. В 1991 году Евгения снялась в главной роли в фильме «Террористка». Компанию ей составили такие известные актеры, как Валентин Гафт и Любовь Полищук. В сюжете, пустив в дом промокшую молодую женщину, главной герою Виктор не подозревал, что ее визит не случайность, и не мог представить себе, чем все это закончится. В фильме 1992 года «На тебя уповаю» Евгения играет Аллу, которая родила ребенка и бросила его, новорожденного, на вокзале. Потом пыталась покончить с собой. Попала в психушку. Пути дороги привели Аллу в церковь, где священник дал ей совет, «Как замолить свой грех перед Богом». Фильм этот представляет собой довольно странную смесь газетного очерка о нравах детского дома и бульварной истории потерянного и найденного ребенка. Роль в историческом сериале «Королева Марго» 1996 года по роману Александра Дюма принесла Евгения Добровольской всероссийскую известность. Пышность и роскошь королевской жизни, дворцовые интриги и тайны, фавориты и предательства, кровь и война – все это уместилось в 18 сериях российского фильма. Действие сериала происходит во Франции в 1572 году. Сестра короля Карла IX Маргарита была выдана замуж за одного из лидеров гугенотов, Генриха де Бурбона, короля Наваррского, своего троюродного брата. Ее свадьба закончилась в Арфоломеевской ночью. Во время кровавой резни Марго случайно спасает раненого дворянин протестанта и влюбляется в него. Как признается сама актриса, съемочный период был очень долгим, без конфликтов, ссор и скандалов на съемочной площадке не обошлось. Изначально на роль королевы Марго претендовали две другие актрисы – Вера Сотникова и Ольга Дроздова, но режиссер Александр Муратов видел исключительно Евгению Добровольскую. Съемки проходили более двух лет, на это время она вынуждена была оставить работу в театре и отказаться от всех предложений по съемкам. Но Евгения честно признается, что это был наиболее интересный из всех кинопроектов, ей удалось полностью погрузиться в другую эпоху с дворцовыми интригами, заговорами и настоящей роскошью. Следующая главная роль Евгения в фильме «Подозрения» 2001 года. Ее героиня Саша Сомова – медсестра, которая темной ночью уснула за столом на посту в пустом коридоре городской больницы. Она спит и видит свою первую и единственную любовь, он приближается к ней, она еще не знает, кто он. Но… Саша кричит и на ее крик сбегается полбольницы. Она ничего не может толком рассказать, но она уверена, что кто-то с забинтованной головой хотел ее задушить. Также Евгения сыграла Марину Короткову в сериале 2003 года «Убойная сила 5» о сотрудниках убойного отдела Игоря Плахова и Василия Рогова и их сослуживцах. Интересно посмотреть на Евгению в главной роли в сериале 2005 года «Воскресенье в женской бане» в роли Любы Дроздовой. Это мелодраматический сериал с комедийным уклоном, затрагивающий злободневные проблемы. Действие сериала происходит в спортивно-косметическом комплексе, в котором по воскресеньям собирается компания подруг, относительно молодых и хорошо обеспеченных, ведь посещение бани в этом комплексе удовольствия не из дешевых. Женщины проходят оздоровительные процедуры и одновременно ведут бесконечные беседы. Регулярные встречи по воскресеньям дают подругам возможность высказаться, за неделю у каждой из них происходит масса событий, о которых нужно рассказать друг другу, и они делятся переживаниями, просят друг у друга совета и, конечно, сплетничают. Перед зрителями предстает целая галерея женских судеб, таких разных и в то же время таких похожих. Далее был фильм «Блюз опадающих листьев» 2006 года. «Осень. Хандра». Синдром опадающих листьев вложит душу молодой библиотекарши Ксении, которую играет Евгения. Нелады с мужем, нехватка денег. Внезапно полученное Ксении наследство и встречи с человеком, с которым ей хорошо и спокойно, изменяет ее жизнь. Однако проведенное ею расследование, приводит к раскрытию страшной тайны прошлого. Ксении грозит смертельная опасность. В том же 2006 году Евгения снялась в фильме «Случайный попучек». Экскурсовод Аня, которую играет Евгения, добровольская мать-одиночка, воспитывающая взрослую дочь. Чтобы сводить концы с концами, в свободное время женщина подрабатывает, занимается частным извозом. В личной жизни героини далеко не все гладко. Есть женатый любовник, но нет любви. А уж о перспективах создания семьи и говорить не приходится. Но однажды, во время одного из своих рейсов, Аня знакомится с Василием Вернедубом. Он рыцарь без страха и упрека, который не только защищает одинокую Аню, но и помогает отремонтировать автомобиль, чинит кран и даже готовит ужин. Однако позже выясняется, что новый знакомый не так давно освободился из мест лишения свободы. В тюрьму мужчина попал, благородно взяв на себя вину своего нерадивого сына. Случайный попутчик окружил Аню, такой заботой и любовью, о каких она и мечтать не могла. И все бы хорошо, но на пути предназначенных друг другу мужчины и женщины немало преград. В 2006 году на телеэкраны вышел сериал, снятый по роману Екатерина Вильмонт «Курица в полете». Евгения Добровольская играет главную героиню Элу, известного и очень востребованного адвоката. Она вся в делах, вся в работе и совершенно забыла про себя, она личной жизни поставила крест. Единственная одушина в жизни Элы – это кулинария и телепрограмма «Бабушкины рецепты», которую она ведет. Но в один день Эла понимает, что так жить больше нельзя и решает кардинально изменить свою жизнь, но не все так просто. В фильме режиссера Станислава Говорухина «Артистка» 2007 года Евгения Добровольская снялась в роли талантливой, но не очень везучей актрисы Анны Петровой. Девушка мечтает о главной роли актрисы, но ей достаются все больше второстепенные роли в местном театре. Она же мечтает о другой жизни – яркой, насыщенной, полной эмоций, встрече любви. С личной жизнью у Анны тоже не складывается, мужчины на нее не обращают внимания. Уже отчаявшись что-то поменять, героиня случайно знакомится с одним известным ученым, который кажется ей вполне интересным мужчиной. Анна понимает, вот он тот случай, которого она ждала всю жизнь. Сама Евгения Добровольская вспоминает, как однажды, во время съемок, она спросила Станислава Говорухина, а крупный план будет? Он сказал, а чего там рассматривать? Первые дни съемки давались непросто, режиссер все время кричал, что все неорганично, плохо и гадко. Но в итоге получился отличный фильм. Фильм о Савве Морозове, 2007 года, где Евгению можно увидеть в роли Зины Морозовой. Савва – это одна из влиятельных фигур убежа эпох 19 и 20 века, когда призрак революции бродил по всей Европе. Во многом фильм основан на предположениях. В фильме 2008 года «Мертвые души Евгения» играет Елену Александровну Шаламову. В нем молодой представитель спецорганов Константин Лебедев, вряд ли мог даже представить, чем обернется для него излишняя осведомленность. Он ненароком ознакомился с базой данных, в которой значились имена неугодных высокопоставленных лиц, исчезнувших навсегда. Этим он подписал себе приговор. В фильме 2008 года «Похождение нотариуса Негвинцева» Евгения Добровольская в роли Ольги Ивановны. И что может быть скучнее монотомии, чем работы нотариуса? Каждый день – непрекращающийся поток посетителей, горы бумаг. Но за этими бумагами – человеческие судьбы, события, требующие компетентного и надежного свидетеля. Следующий фильм с Евгенией в главной роли умница, красавица. Соня Головина, которую играет Добровольская, хранитель в отделе русской живописи Эрмитажа. Она – баловин судьбы. Она живет в Петербурге и имеет все, о чем только можно мечтать – богатого мужа, любимого сына, высокое положение в обществе, интересную работу. В жизни Сони двое любящих ее мужчин. Муж – ректор Петербургской академии Алексей Головин и пластический хирург из Москвы Алексей Князев. Оба – умные и успешные. Интересный фильм – 2008 года «Чемпион», где Евгения в роли Инны Чернышовой. Все переплелось в жизни героев, любовь и ненависть, страсти футбол. В 2010 году вышел фильм «В лесах и на горах», Евгения в нем играет Матрёну Максимовну, игуменью и сестру Чапурина. Действие картины происходит в середине XIX века. Небольшой провинциальный городок Розгов, где начинается действие картины, расположен прямо на берегу Волги. Зажиточный купец Потап Максим и Чапурин привозят на ярмарку партию посуды на продажу. Туда же прибывает владелец Мукамолин, Масленников со своим сыном, 20-летним Евграфом. Масленников покупает у Чапурина партию посуды, и они решают отметить удачную сделку и знакомство. В трактире, где Масленников и Чапурин ужинают, появляется еще один купец из Розгова, Гаврила Маркилыч-Залётов. Масленников ищет жену для сына, и Чапурин предлагает познакомить Евграфа с Марией Гавриловной, дочерью Залётова, молодой красавицей на выданье. Купцы ударяют по рукам. Евграф и Мария Гавриловна узнают о планах родителей, и оба не желают выходить за незнакомца, но судьба сталкивает их неожиданно, еще до Сматрин. Евграф спасает в поле девушку, ее бричка чуть не падает с обрыва. Девушкой оказывается Мария Гавриловна. Молодые люди влюбляются друг в друга и клянутся вечной любви и верности. Неожиданно для всех Масленников старший сообщает всем, что сам намерен жениться на Марии Гавриловне, потому как полюбил невестушку с первого взгляда, в романе переплетено много сюжетных линий, особое внимание уделяется авантюрно-детективной истории. На судьбы героев выпадает сильнейшее испытание – любовь, богатство, слава, гибель близких. Но самое главное испытание – насколько эти герои, пережив все беды, останутся верными нравственным законам. В фильме «Немного не в себе» 2010 года Евгения сыграла жену Михаила Людмилу. Главный герой сериала, летчик Михаил Нересов, любит одновременно двух женщин – жену Людмилу и свою коллегу, юную красавицу-стюардессу Ирину. Однажды Ирина, которую перестает устраивать исключительно роль любовницы, загадывает желание, во что бы то ни стало всегда быть вместе с Михаилом. И вот, вследствие произошедшей автомобильной аварии, мечта Ирины сбывается, но совершенно неожиданным образом Ирина и жена Михаила Людмила меняются телами. Теперь женщины, волей-неволей вынуждены примерить на себя роль друг друга. Но способны ли принести радость в жизнь, когда ты находишься немного не в себе? Теперь единственное желание обеих женщин – как можно скорее вернуть все на свои места. И Людмиле, и Ирине предстоит перенести множество испытаний, чтобы взглянуть на себя со стороны. В фильме 2011 года «Правило маскарада Евгения» играет Елена Миллер. В сюжете фильма у известной телеведущей Яны Дружининой пропала дочь. Чтобы вернуть дочь, Анне придется вместе с Андреем Воронцовым восстановить историю 12-й летней давности и раскрыть череду страшных преступлений, в которых замешаны ее самые близкие люди. Отличный фильм 2011 года «Прощание славянки». У Евгения главная роль – Альбина Колоскова. Жизнь не балует Альбину, начальницу маленькой железнодорожной станции. Она вкалывает с утра до ночи, чтобы прокормить семью, взрослую дочку и вечно безработного мужа. Но вместо благодарности, Альбина ждет удар, оказывается муж целыми днями занят, вовсе не поиском работы, а романом с молоденькой продавщицей. Вдобавок ко всем несчастьям, на героиню сваливается новая. Сошедший с московского поезда пассажир, с высоты столичного жителя, требует выдать ему билет из брони, он кажется уверен, что может купить всю станцию с работниками в придачу. Однако, когда у москвича крадут деньги с документами, он ведет себя столь неожиданно, что заставляет Альбина посмотреть на него новыми глазами. В этом же году на экраны выходит фильм «Только любовь», где добровольская в роли Татьяна Георгиевна, матери Ромы. Следующий фильм 2011 года «Чужая мать», где у Евгения роль Маляки, которая носит хиджаб и молится Аллаху, но она русская. В детстве ее звали Марией, а теперь зовут Малякой. Она приехала в Москву искать свою дочь, которая бесследно исчезла несколько недель назад. Она пытается спасти ее, и вместе с ней десятки ни в чем не повинных людей. В фильме 2013 года «Повороты судьбы» у Евгения Добровольской главная роль, она играет Евгению Колесникову, которая много лет живет счастливо, в браке с известным хирургом Сергеем. Идиллию семейных отношений омрачает только одно обстоятельство, у них до сих пор нет детей. Казалось бы, семейному благополучию ничто не сможет помешать. Но в одночасье все меняется, предательство любимого человека заставляет жену начать жизнь сначала. Также в 2013 году вышел фильм «Трое в коме» с Добровольской в главной роли, ее героиня Мария Семенова, писательница. В сюжете фильма «Жизнь трех москвичек» терпит крах, актрису Викторию перестали снимать, у писательницы Марии творческий кризис, а от стилиста Лары ушел звездный клиент. Такой же крах происходит и с их путешествием в Таиланд, рейс совершает экстренную посадку в Сыктывкаре, круто меняя жизнь подруг. Дамы чуть за 40, что означает хорошо под 50, внезапно получат шанс вдалеке от столицы, снова почувствуют себя молодыми и востребованными. В 2014 году вышел фильм 2014 года «Алхимик. Эликсир Фауста», где она сыграла Любу Невельскую. Действие происходит в 1916 году. Профессор Александр Невельский, занимаясь алхимией, получает эликсир Фауста, позволяющий людям бесконечно продлевать свою жизнь. Далее Евгения участвовала в фильме 2014 года «Новогоднее дежурство». Ирина, которую играет Добровольская, профессиональная патронажная сестра, собиралась встретить этот Новый год со своим женихом. Но оказалось, что он будет праздновать совсем с другой женщиной. А Долгачев, отсидев 6 лет, вышел на свободу. Он твердо решил жить честно, но обстоятельства сложились так, что 31 декабря вечером ему пришлось пойти на последнее в жизни преступление. Судьба свела Долгачеву и Ирину, таких разных людей, в доме бывшей актрисы. 70-летняя Агнеса Леопольдовна уже 10 лет была прикована к инвалидному креслу и думала, что никогда больше не будет счастлива. Но этот Новый год переменил судьбу всех троих. В 2015 году на экраны вышел сериал «Двойная сплошная», в котором актриса исполнила главную роль Анну Егорову. После успеха первого сезона было решено начать съемки второго. Анна трактует все происходящее не как измену, а как правильную жизнь. Хотя это не правильная жизнь, а большой грех, прелюбодеяние. Но она выставляет это как некую неизбежность и пытается очень долго в подобной ситуации существовать, доказывая самой себе, что это не просто так, что она никого не бросает, не делает никого несчастным. В результате волна совершенного ей греха накрывает всех, говорила Евгения о своей героине в «Двойной сплошной». Далее Евгения снялась в четырехсерийной новогодней комедии 2017 года за пять минут до января в роли Ирины. В те же годы вышел фильм «Семейная радость Ианы». Анна Зубец, героиня Евгении, профессионал, ценный работник и трудоголик, оказалась на пенсии. Найти новую работу в ее возрасте оказалось утопией. Но Анна не зря всю трудовую жизнь развивала в себе упорство, предприимчивость и умение правильно поставить цель. Проанализировав свои желания, она понимает, что по-настоящему хочет сейчас одного – нянчить внуков. Вроде бы от компьютерного игромана или же внуков ждать не приходится. Но сама судьба помогает отважной женщине, твердо решившей стать бабушкой. В 2018 году Евгения сыграла в сериале «Женщина с прошлым». Евгению Нестерову, которая живет в приморском городке и держит собственное небольшое кафе. Но люди приезжают к ней не только ради выпечки. Близкие давно знают, что женя особенная. Она видит то, чего остальные не видеть, не знать не могут. Но для самой жене ее дар – это настоящая мука. Она многое бы отдала, чтобы снова стать такой, как все. Женя несчастная давно одна, потому что уверена, она недостойна любви и счастья. Но однажды она понимает, что беда подбирается к ее дочери. Нечто ужасное должно вскоре случиться. Женя бросает все и едет в Москву. А в 2020 году вышел драматический сериал «Полет», рассказывающий историю о счастливом случае, благодаря которому навсегда изменилась жизнь шестерых взрослых людей. Главные герои проекта должны были лететь в командировку, но перепутали аэропорт и опоздали на рейс. Через некоторое время они узнают, что их самолет разбился сразу после вылета. Шокирующая новость приводит к тому, что у каждого из персонажей происходит переоценка ценностей. Каждый из них понимает, что должен воспользоваться вторым шансом, чтобы прожить долгую и счастливую жизнь. Героиня Евгения Добровольская Катя, поскольку у нее много детей, причем приемных, поняла, что нужна детям. Подумала, что не дай бог с ней что случится, дети пропадут. Поэтому она решила все сделать для того, чтобы они жили счастливо. Надеемся, Евгения Добровольская и дальше будет нас радовать интересными ролями в кино. Не забывайте подписываться на канал Аллея Звезд, чтобы быть в курсе самых интересных событий из жизни артистов.